Здравствуйте, дорогие дети! Я очень рада нашей новой встрече на уроке естествознания. Чтобы урок прошел интересно и увлекательно, работайте активно, будьте внимательны. Тема нашего урока – последствия добычи полезных ископаемых. Полезные ископаемые вокруг нас. Сегодня на уроке вы узнаете, какие последствия несет за собой добыча полезных ископаемых. Также узнаете о применении полезных ископаемых. Вспомните о значении полезных ископаемых. В начале урока проверим, как вы самостоятельно выполнили задание о заглавте таблицу на странице 41. Вспомним о значении полезных ископаемых. Таблицу можно назвать значение полезных ископаемых. Можно дополнительно добавить в таблицу следующие примеры. В быту – моющие средства, в косметологии – косметика, в медицине – лекарства, в обучении – школьные принадлежности, в кулинарии – пищевые добавки. Вы справились? Молодцы! А сейчас рассмотрите следующие фотографии. По какой причине появляются трещины в земле? Одна из причин появления трещин в земле – это последствия добычи полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых влияет на все сферы земли. Давайте рассмотрим. Строительство карьеров и шахт приводит к оползням и обвалам. Это изменяет литосферу. При добыче полезных ископаемых на поверхность земли извлекаются много пустой породы. Она образует искусственные насыпи – церриконы. Какой вред они приносят? На церриконах не растут растения. Это километры непригодной территории, содержащие вредные вещества для здоровья человека. Терриконы размываются дождевой водой, и вредные вещества заражают воду и почву. Через почву и воду заражаются растения и животные. Таким образом, терриконы пагубно влияют на состояние гидросферы и биосферы. При добыче полезных ископаемых в воздух поднимается много пыли и газа. Это приводит к загрязнению атмосферы. Запомните. А знаете ли вы, что при добыче полезных ископаемых используется только 10% всего добытого, а 90% – это отходы? А сейчас рассмотрите следующую фотографию. Это геолог. Кто такой геолог? Геолог – это специалист, который изучает участки геосферы на предмет содержания в них полезных ископаемых. Что он делает? Составим кластер. Геолог изучает горные породы, взятые с поверхности земли, со дна моря или из скважин. Проводит лабораторные исследования. Он проводит поисковые работы на перспективных площадях, оценивает выявленные месторождения на суше и в морских условиях, обеспечивает геологическое обслуживание горнодобывающих предприятий. Вы справились с заданием? Молодцы! А каким должен быть геолог? Геолог должен быть хорошим аналитиком, быть наблюдательным, находчивым, быть физически развитым и выносливым. Также геолог должен знать основы физики, математики, механики, инженерной графики, истории. Геологам быть нелегко. Давайте проверим, а вы сможете стать геологом. Рассмотрите фотографии. Определите, где можно найти магматические горные породы, а где осадочные. Правильно! В горах можно найти магматические горные породы, а в песках можно найти осадочные породы. Вы справились? Молодцы! А сейчас откройте учебники на странице 46. Задание группы полезных ископаемых. Ваша задача объединить полезные ископаемые в группы. Нефть, газ, уголь. Горючие полезные ископаемые. Песок, соль, фосфорит, известняк, гранит, азбез. Нерудные полезные ископаемые. Железная руда, медная руда. Рудные полезные ископаемые. Справились с заданием? Молодцы! А сейчас предлагаю задание «Удивительные превращения». Рассмотрите картинки. Пластилин, компьютерная техника, очки виртуальной реальности, косметика. Из чего они сделаны? Все эти предметы сделаны из полезных ископаемых. Они сделаны из продуктов переработки нефти, железной и медной руды, песка. Нашу жизнь невозможно представить без полезных ископаемых. Их используют в промышленности, в производстве. Из них получают энергию. Например, из продуктов переработки нефти изготавливают косметику, стиральный порошок, краски, солнечные батареи. Из угля делают искусственный графит, который используют при изготовлении карандашей. Проверим знания, полученные в разделе «Вещества и их свойства. Природные ресурсы». Откройте учебники на странице 48. Прочитайте и ответьте на вопросы, задания, что мы узнали. Проверим. Вопрос первый. Где в Казахстане находится самое крупное месторождение угля? Правильный ответ – «В» в Караганде. Вопрос второй. Определите, где в Казахстане находятся месторождения нефти? Правильный ответ – «Г» в Западно-Казахстанской области. Вопрос третий. Чем можно заменить горючие полезные ископаемые, из которых получают энергию? Правильный ответ – «В» в Альтернативной энергии. Вы справились с заданием? Молодцы! А сейчас оцените свою работу на уроке. На какой ступеньке лестницы успеха вы находитесь? Я уверена, вы все находитесь на самой высокой ступеньке. Подведем итоги урока. Сегодня вы узнали, что добыча полезных ископаемых наносит большой вред всем сферам Земли. Что полезные ископаемые используются в промышленности, в производстве, в быту. Из них получают энергию. Вспомнили о значении полезных ископаемых в жизни человека. Я уверена, что вся эта информация поможет вам выполнить следующие задания самостоятельно. Прочитайте последствия добычи полезных ископаемых. Полезные ископаемые вокруг нас на страницах 44-47. Выполните задание «Создайте проект» на странице 47. Спасибо всем! Я с нетерпением буду ждать нашу новую встречу на самом интересном и познавательном уроке «Естествознание». Создание 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 Создание